В феврале и марте на территории Октябрьской области ожидается рост заболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний же день ситуация стабильная. Зарегистрировано всего 3784 случая коронавирусной инфекции. Из них 50% с симптомами заболевания и 50% без симптомов. В основном все случаи это местные и за сутки по региону выявлено 4 новых носителя коронавируса. Из 4 новых случаев 2 в Актубе. Один в Алгинском, один в Артурском районах. Установлено 9 контактных лиц, которые отправлены на домашний карантин. За последние 5 дней с 10 января по 14 января текущего года репродуктивное число, средний показатель составил 1,03. Заболеваемый составил 3,57. Суточный динамико прироста 0,1%. На лечении находится 83 пациента. Также за сутки зарегистрировано 2 случая коронавирусной пневмонии. 58 пациентов находятся на стационарном лечении. В городе получают лечение 43 пациента. В районах области 15 пациентов. В Алгинском районе 2 пациента. В Каргалинском 1, в Мартугском 4, в Венбинском 1 пациент. В Хромтау 1, в Мухалжар 1, в Тимирском районе 4, в Хоббинском районе 1 пациент. В реанимации находится 10 пациентов. Двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще два подключены к неинвазивной искусственной вентиляции легких. В карантинных стационарах под наблюдением находится 73 человека. В Октубе 40, в Артургском районе 29 и в Каргалинском 4. Всего у нас функционируют 5 лабораторий, проводящие ПЦР-исследования. На сегодняшний день всего проведено более 262 тысяч исследований. Призываю наших жителей не заниматься самолечением. Вот при первых признаках ОРВИ, гриппа, пожалуйста, вызывайте участкового врача. Кроме того, согласно данным мониторинговых групп, за выявленные нарушения наложено 1133 штрафа на сумму 175 миллионов тенге. По поступившим экстренным извещениям в Сограниционный центр на сегодня проведена однепланная проверка 26 объектов предпринимательства. По итогам наложено 25 штрафа на сумму 5 миллионов 599 тысяч 755 тенге. Выдано 25 предписаний. Материалы в отношении 19 объектов, многократное нарушение санитарных требований, направленные в межрайонные экономические и административные суды для приостановления деятельности объектов. Отметим, Аксюбинская область пока находится в зеленой зоне. Санитарно-эпидемиологическая ситуация характеризуется как стабильная, но напряженная. Пик заболеваемости ожидается в феврале-марте. В тот же период, предположительно, начнется вакцинация. Динар Абдуалеева, Армантус Магомбетов, телеканал Актубе.